Тюменская арена Тюменская арена Тюменская арена Вколотил смачный дан. Пока еще это выглядит и не так. Но все равно получилось эффектно. Именно Алтай Баскет в итоге и выиграл турнир среди юношей 2002-2003 годов рождения. У девушек же сложилась уникальная ситуация. Три команды набрали по пять очков и чемпиона определила разницу мячей. В последнем матче УГМК из Свердловской области для завоевания золотых наград нужно было побеждать с разницей в 20 очков. Долгое время разрыв был небольшим, но в заключительной четверке уральские баскетболисты сделали невероятный рывок и взяли верх 42-20. Мы хотели первое место и понимали, что надо 20 очков выиграть и старались как могли. И было сначала тяжело, но потом мы собрались и всей командой решились взять и дать жару. После всех официальных мероприятий Мозгов нашел время для фото и автограф-сессии. День России. Праздник молодой, но в Тюмени он уже обрастает традициями. В самом сердце города выходной понедельник состоялся велофестиваль. На старт вышло более 2000 наездников. Подобные массовые заезды проводятся не только за БВД, но и с серьезной практической целью. Любителей двухколесных коней становится все больше. И внимания автомобилистам и пешеходам на них обращать нужно самое пристальное. И, конечно, велофестиваль как раз в том числе и направлен на то, чтобы, казалось бы, такие непримиримые стороны, на самом деле это абсолютно примиримые стороны, и люди должны научиться взаимно уважать, доверять и вести себя, ну, скажем так, соблюдая правила дорожного движения на улицах нашего славного города. Считанные дни остаются до начала Кубка Конфедерации в России. 17 июня португалец Криштиану Роналду, Алексис Санчес из сборной Чили, чемпиона мира немцы и еще четыре победителя своих континентов вместе с подопечными Станислава Черчесова на две недели погрузят страну в футбольную атмосферу. В Тюмени ожидания соревнований решили скрасить оригинальной репетицией. С одной стороны, в 5-7 лет сложно говорить о какой-то тактике. С другой, как корабль назовешь, так он и поплывет. И вот уже юный игрок футболки Португалии, явно представляя себя, сами знаете кем из мадридского Реала, накручивает одного соперника за другим и кладет мяч в девятку. А его соотечественник Спирене не забывает отпраздновать гол фирменным жестом Роналду. Вот забивают немцы, чей голкипер, прямо как Мануэль Нойер, куда-то убежал из ворот. А вот вам яркий пример африканской мечты. Готовиться и тренироваться на черном континенте любят не особо, а вот побеждать хотят всегда. Я очень хочу выиграть этот турнир, потому что я еще ни разу не выиграл турнир любой. Но я, в принципе, к этому турниру не готовился, потому что на играх надо себя показать. По итогам турнира мы получили сразу трех чемпионов. В двух группах ими стали представители клуба «Юниор», выступавшие за Португалию и, внимание, Россию. Еще в одной категории победили чилийцы из школы ФК «Тюмень». На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать на нашем сайте. До свидания.